Привет, друзья! Сегодня на обзоре обновлённая версия интересной модели, которая уже успела полюбиться многим автовладельцам. Сигнатурный многофункциональный регистратор Intego VX1300S 4K. Давайте откроем коробку и посмотрим содержимое. Что же нам такое положили примерно за 15 тысяч рублей? Сходу бросается в глаза богатство комплектации. Тут мы находим держатель на магнитном креплении, поляризационный фильтр для устранения бликов, длинный кабель питания, эргономичный мешок для хранения и переноски гаджета и ещё куча полезных мелких комплектующих. Кстати, выносная камера заднего вида в комплект не идёт, её нужно приобретать отдельно. Называется модель VX050, разрешение у неё HD и она есть на официальном сайте в продаже. Но по мне гораздо важнее качество основной камеры, так что решение покупки задней принимать только вам. Я лишь подчеркнул, что устройство является двухканальным и не имеет никаких проблем с подключением второй камеры. Итак, само устройство внешне не потерпело каких-либо изменений. Оно по-прежнему отлично собрано с точки зрения удобства управления. На лицевой стороне огромный информативный дисплей в 3 дюйма, рядом с которым находится датчик управления жестами. Как он работает, я расскажу в процессе тестирования. На обратной стороне мы видим достаточно крупный объектив, на котором есть резьба для установки специального фильтра, который убирает блики. Настраивается он легко, достаточно положить белый лист бумаги на панель своего автомобиля и немного покрутить. Как только фильтр верно настроен, отражение листа пропадает, и никаких проблем. Рядом с объективом также находится окошко с патч-антенной, которое отлавливает сигналы радаров. Да, это полноценное сигнатурное устройство. На верхней стороне регистратора расположено магнитное крепление, которое удобно позволяет снимать устройство прямо из автомобиля, не отключая проводов. Причём довольно крепкое, даже после того, как я энергично тряс, устройство осталось на месте, поэтому переживать за то, что оно отвалится на кочках, однозначно не стоит. На нижней стороне предусмотрен слот под карту памяти до 128 гигабайт, а по обеим сторонам находятся кнопки управления. Ну что ж, пришло время установить его в автомобиль и протестировать. Присоединяем держатель к стеклу с помощью старого доброго двустороннего скотча, крепим регистратор и включаем. Итак, что у нас по изображению? Конечно, изменений претерпела матрица. Если ранее на борту стояла Sony AMX 307, то сейчас уже установлена AMX 335. Соответственно, картинку мы уже видим в 4К качестве. Кроме того, процессор тоже изменили на более мощный. В остальном же весь функционал остался прежним. Да, кстати, в данном устройстве есть Wi-Fi, и через специальное приложение IntegoStar легко скачать видео и фото, отснятые на устройство. Также в этом приложении вы сможете полностью настроить гаджет под себя. Но в целом и с физическим управлением устройством всё в порядке. Меню простое, понятное, и его можно очень точно настроить под ваши запросы. Количество настроек огромное и настраивается индивидуально. Как вы видите, дневная картинка более чем читаема, и никаких претензий к данному устройству у меня нет. Также стоит обратить внимание, что о появлении камеры регистратор оповещает не только голосом, но и дублированием информации на дисплей названия камеры. Сигнатурная составляющая работает сносно, и за время тестирования были определены самые основные и базовые в моём городе типы камер. Но хотелось бы отметить ещё одну фишку, что информатор о камерах, он же SpeedCam, имеет функцию оповещения о двух камерах одновременно. Ну, например, камера на автобусную полосу и камера ограничения скорости. Таким образом, возможность получения штрафов из расположения нескольких камер на небольшом отрезке дороги практически сводится к нулю. И вот за эту фишку отдельное спасибо. Кроме того, настройки можно сделать очень индивидуальными. Например, поставить условия не беспокоить оповещениями при скорости ниже 40 км в час, и в салоне полная тишина при невысокой скорости. Да, как я ещё говорил, тут есть управление жестами, но эта фишка не особо новая для современных устройств. При срабатывании оповещений можно просто провести рукой перед датчиком движения, и сигнал выключится. Для повторного включения тоже достаточно просто жеста. По мне это очень удобно, особенно если взяли с собой ребёнка, и он уснул в дороге. Ночная съёмка тоже вполне неплохая, особенно при правильной настройке экспозиции. На участках дороги с хорошей освещенностью вообще никакие претензии, номера читаются отчётливо. Во дворах, переулках и в низкоосвещенных местах, конечно, ситуация похуже, но на невысокой скорости номера всё равно читаются. Но по факту заключение у каждого своё, вам стоит просто посмотреть на картинку и сделать свои выводы. А теперь давайте подведём небольшой итог. Что мы получаем примерно за 15 тысяч рублей? Неплохую съёмку днём и ночью, сигнатурную радарную часть с интеллектуальным режимом, возможность подключения второй камеры, управление жестами, поляризационный фильтр в комплекте, а также Wi-Fi-модуль, благодаря которому есть возможность взаимодействовать с помощью смартфона. Вполне себе неплохой комплекс за 14-16 тысяч рублей в текущее время. Ссылку на проверенных продавцов я, конечно, оставлю в описании. Ну а на сегодня всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, впереди ещё много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok